Я вас снова приветствую в Скайхолде, только для того, чтобы сразу же отправиться в западный предел. Заранее чуть извиняюсь за эту серию, если вдруг заметить небольшие отклонения от моего более размеренного вещания. Западный предел, локация небольшая, пустынная, но зато там есть грёбаная цитадель Винатори, которая даже не считается как форт, просто походи, полутай. Ну и здесь валяется несколько важных компонентов для крафта, а именно что-то... Борода Вордовака, да. После священной равнины хуже уже не будет. Место дурацкое, мудное и пустое. Да как же ты идёшь нафиг-то, а? Прочтите отчёт. Ну прочёл. Теперь, когда наши союзные храмовники покидают рудник, надо же следовать в силе на раскопках и попытках призыва. Какие-то белые когти. То есть, вся карта устроена как? Вот здесь ворота, через которые ты не пройдёшь, потому что открываются с другой стороны? Или вот здесь? Чёрт, я не помню, лучше прогуляться. Рано или поздно ты всё равно поцелуешь дверь и поймёшь, никого ты потеряла, но время ты точно потерял. А, нет, здесь нужное. Здесь гребучая с окуляром. Почему гребучая? А почему нет, собственно? Блин, это ж так весело искать всякую кухню в каждой грёбанной локации, особенно бэктрекинг. Причём здесь ещё и по чуть-чуть, буквально по 2-3 осколка. Это вообще отдельный садизм. Если раньше мы их по 4-5 лутали, то тут всего по 2-3 с каждой локации. Нет, не здесь. Здесь, правильно помню. Ну и полезли наверх сразу, чё не лочиться там. Ну и ещё вспомнить как... А, ну да. Я слишком ожидал хитрости, чтобы не заметить слона. Варик, почему у тебя всегда встала раболета? Тут даже никогда ещё ни в кого не успели стрелять. О, я же маг. Точно, кто из них хрена сделает дворец? Тогда почему маг не инженер-конструктор, а? Практически то же самое. Лазурит. Тоже второй уровень. Сейчас скандалы интриги расследования. Какого же уровня окажется грёбаный разрыв? То есть, если мне там ещё известь дюлей выпишут... Получится самую малость обидно. Ну, прям самую-самую малость. Ну, я сомневаюсь. Тут локация сюжетная, значит низкоуровневая по определению. Здорово! Ээээ, а где каст? Лут, это хорошо. Так, тихо. Надо было кастандру брать. Да что такое? Где все элементы интерфейса? Да, я тут, кстати, солоса немножко переделал. Он теперь больше ориентирован на свои завестные сплы. К добру или к худу. Конечно, по-моему, к второе. Ну, давайте. Я даже не смотрел, какой уровень, но я бы думал, был бы череп, если бы что-то было не так. И да, я все-таки превозмог и походил по священным равнинам в поисках всей этой хрени. И что я вам могу сказать? Схроны, которые на карте найти элементарно, дают аж 500 XP. В то время, как сраный письмо, который, может быть, за свое прочтение давали опыт, но я, если честно, не обращал внимания. Дали в итоге всего-то там 50 или 100 опыта. Я всех перебил только для того, чтобы ты, сволочь, заспаунился, да? Солос сдал все, а он еще жив, потому что дамажить надо, а не ослаблять. Там еще кто-то. Вопрос, кто? А, вот белые когти. Это местные контрабандисты. Ай, идите, вот черт. Благо, я только хотел порадоваться, что они в упор моих игнорируют. Но вот, как всегда, в самом интересном месте. Так, так было ж трое. Че, третий разбойник, что ли? А, тут ориентир. Который... Который что? Правильно находится с другой стороны. Окей. Магические познаниями блеснули. Время топать больше пещер. И пещеры тут немного, но они неприятные. Скажите мне приятную пещеру. Так, тут, наверное, эта лестница неспроста, да? Ее специально для нас оставили, вместо того, чтобы просто сделать нормальную скалу, по которой можно забраться. Ну че, все логично, все иммерсивно, все просто муааа. Исследуй мир, который специально для тебя уже кое-где поправили. Что, не дай бог тебе станет скучно. Господи, я точно сломаю-то геймпад. Серьезно, да? Лесенка ради сраных молитвенных камушков. Вот че я тебе сделала? Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Извечный просто вопрос, наверное, у меня уже в большинстве игр. Честное слово. Когда тебе 12-14 лет, ты, господи, напала тебя в противника, ради бога, иди получай звездюлей окаянный. Заботая шахта. А сейчас... Ты просто думаешь, господи, за что тебе опять гребаные пауки? Что-то, иначе один паук. Иначе один паук. Что же тут забытого? Факелы горят. Грибочки. Че, никакого босса? Просто так? Ежи, поросеночек. И ты тоже везешь, все везешь. Главное, не отреспаунись из-за того, что я отошел на пару метров. И все будет хорошо. Товарик, танцуй. Все планы на рудник рухнули. Инквизиция приближается. Бросай все тела и помещайтесь в импульс. Диллион. Ну, шо поделать. Да, мы уже вроде установили, что красный эфириум по-другому, увы, не растет. Или, к счастью. Или, увы. Но не растет. Как и много чего в нашей жизни. Само по себе не растет. Так, я пытаюсь вспомнить. На эти леса как-то можно под... Па-па-па-па-па-па. Дайте мне эту бороду. У меня своя есть, но мне нужна борода вурдалака. Может, тут опять нужно где-то блеснуть магическими навыками просто? А я не вижу. Жоп. Ваный. Крот. Залез. Так, семян все еще нету. Хреново. Изморозить их. Господи. Каких только и чего посохов не бывает. Так, надо искать поворот. Что-то мне подсказывает, что это будет уже в отдельной пещере. Потому что пещера тут не одна. Их просто аккуратненько сделали. Ну, все, маг, все, маг. Даже досочки войн выбить не в состоянии. Вы че? О, отлично. Семена конфирм. Отстань от фиников. Че, у нас тут изучить припасы. А, да-да-да, ученый. И вот можно завербовать в этой локе. И он, по-моему, поможет какими-то исследованиями против драконов, если я правильно помню. А еще это именно этот мужик нас отправит бэк-трекить по локации. Потому что он главней. А еще я умею летать. А еще очередной гребаный разрыв. И... и и и и здрасте вы все еще не в панике тогда мы идем к вам ну или к нам все равно и пол вроде внутри есть ачивка закрой столько-то разрывов по-моему я уже должен быть близок что тебе сделали тележки соус ты шутить тележка фоп шелки к тележкам так ну это мы вернулись к нашему лагерю было два пути а вот где сраный лириум непонятно надо чтобы было понятно потому что варик всецело удобряет наверх вроде бы здесь особо не влезть или влезть но я склеротик ну-ка вазелин все равно вазелин если магомед не идет к горе магомед прыгает на гору сокровище нет не сокровище просто травка почему почему я взял и вылез из седла те ваши стороны лириума баннер вроде бы серых стражей но это не точно и иди в бою песчаниковая то есть не забытая песчаниковая то есть что то другое или это они так не с виду немножко отличается тут и мозаика я тут точно не был с говорит надо давать храмовником все что не просят даже девственность заходит такой храмовник шварценеггер и говорит мне нужны твои очки и твою очку и все сказали давать без лишних вопросов хотя вот кстати на всю вселенную драгонаги по моему не было ни одного персонажа в очках и маке очки хоть были а вот драгонаги хоть убейте не могу вспомнить а вот кажется откуда я тогда вылез да вот все все типа в тележках ай хрен с ним ой дурацкий дурацкий квест просто идите по следу церкви только этот след ни хрена не линейный как неожиданно да о харьер надо еще два да и тогда мы захреначим свою башню круга с блэк джеком и бомзелями пир нд лид как фирал дэн только только перед ну почти он пытался быть фирал дэном но и доза пиран делил в самый неподходящий момент так шо мы имеем идите по следу куда я бы спят очкова большого большого секрет и не расскажем мы ему и никому как гласит от нам народная мудрость все может быть дел да если ты достаточно смелый но чё-то как-то нет как мясо все они туда сегодня кроет так ориентир и враги что же мне из этого интересней о папа красавица быка по ходу стояк размером с его рога уже кстати блин где этот ориентир сраный вроде пещеры под нами не наблюдаем один скалу тоже не залезть и хрен с ним с этим ориентиром это только стирды нужно было прям копать чтобы получить хоть что-то за это здесь ты не получишь прям нихрена а вот и каменюка каменюка говорит звездуйте на юг нет на север только такой север а точно здесь тоже отдельная локация будет кстати достаточно интересная почему потому что тут тоже будет займет она магия времени и в конце можно таки даже будет получить ни хреновый лут чего слова можно будет еще почему-то мне упорно нашептывает мой склероз что тут можно будет чтобы в этом оазисе залутать прикольного но это не фар а там еще барьер да 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 барьер барьер и на то и если правильно помню к молнии что ли были мега устойчивы да нет холоду до основные маги были как раз и к огню а эти кулу ты шо за дверь спрятался гелладию нельзя доверять но я с вами полностью согласен это же миг гелладий вообще не нравится да то есть короче тут две автономные друг от дружки под локации конечно круче чем крепость или пещера но экраны загрузки есть экраны загрузки на кто их любит не знаю видимо кто-то в беседке кто дизайнер 4 фоллаут потому что экраны загрузки длиной в несколько гребаных минут я не того напугал короче как вы могли заметить ребята немножко зависли у них просто пинг высокий ну или у нас тут и по моему два потолка как это сказать верхних галереи две можно будет обследовать на обратном пути потому что мы же не можем просто пройти мы должны снять эту временную аномалию да только спойлер нам никто не будет рад вот прям ваще абсолютно никто сейчас появится базынга ну вот кстати да если не проходить редклифф то тогда комментарий будет отличаться хорошо пошел самое обидно что нельзя их никого бить в этот момент тут вообще ничем никак абсолютно просто с радой декор а вот как подняться на эту галерею я же говорил что можно я просто не помню что это одностороннее движение кстати до разрывчик который тоже застыл во времени все все застывают все застывают во времени и тут нихрена не пройти печаль беда шушь варик тут несколько чисто тупиков с лутом мозаиками прочими типа ценами вещами ответственная магия крови вспомним о древних мегисов к решивших колонизировать тень я не могу при слове колонизировать я сразу вспоминаю каких-нибудь испанских конкистадоров просто приплывают такие в тень она им как раз тирену каменную тирену каменную поменьше магию крови против кунари веки стали первый раз слышу надо кунари не оценили короче история об охраненных магик магах крови я понял опаньки куча материалов третьего и второго уровня яровик понял стоило хоть что-то из этого конечно же нет а вот то что тут начали попадаться схем третьего уровня вот это уже разговор из этого таки реально может что-то можно будет новое скрафтить в какой-то веке так это основной коридор с этой стороны мы вроде поднимали да наверное все идем дальше чем вот кстати кто есть мне объяснит если все это время с места застыло во времени почему ряд винаторий тем не менее на самом входе на нас нападал а почему по подоконнику и это главный царь которым внезапно есть вполне себе даже о 13 уровень и не надо денег нету квитанции вы карать нагибать камень ключ и руна очищения уж не думали что мы просто убьем сильного врага и все решится это обычно так канает а вот нам нужно это чтобы открыть ту сраную дверь а там будет ай ничего там уникального не будет почему они выглядят и подбираются со звуком как камни из окулярумов вопрос не ко мне вопрос к не разработчиков у хотя с другой стороны такие же камушки вставляются ведь в дверях на в запрошенном а здесь и поэтому чего нет там я возьму эту под чередой подозрительных чертежей личная заметка а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok За что я не люблю эту локацию, в ней нет торговца По-моему вообще нету Сложные диаграммы, то есть подозрительные чертежи, сложные диаграммы, сложные заметки Маги Ботиза подтвердилась Послужат игреи и надо искать теперь еще и сраную руну Бэктрекинг Па-па-па-па-па Вот что я люблю Чтоб я помнил, где тут эти руны Вот вообще хоть убей О! Зато я нашел еще один осколочек Кстати, а какой вероятностью А, это статуя В общем, статуя эльфа Руна, руна, я тебя съем Или скрафчу Кстати, на самом деле немножко жалко, что во многих играх Нету такой механики, как в третьем Ведьмаке То есть в третьем Ведьмаке ты ведь собираешь все эти рецепты Тебе они могут быть нахрен не нужны Правда, это значит, ты хреновый игрок Ведьмака третьего Но зато был перк, который тупо от количества изученных рецептов Давал тебе дополнительную плюшку То есть, а вот в других играх как-то такого нету Ты находишь схемы для крафта Красавчик, они тебе нахрен не нужны Но извини И все Ладно, надеюсь, это внутри будет А не на обратном пути Прям очень надеюсь Геллади игнорирует все результаты Которые не согласуются с его гипотезами Отметает аномальные отклонения Утверждает, что создание канала будет ускорено Постоянный канал можно поддерживать Ну, короче, эта штука могла бабахнуть прямо все Духовная руна Самая нужная руна Посох аж 14 уровня на вырост С духовной руной, между прочим Это солидно Ну, понеслась Здрасте Здрасте Духовно angрирует кто там все хорошо осталось все-то пробиться через несколько волн и раскрыть разрыв однако локация даже на уровень выше чем я немножко казалось да чё тут такого господи засунь ты свой артефакт уже вообще что мешало сказать про артефакт еще на пути сюда такой риторический прям вопрос бык ни того однако за него таки дали неплохого опыта теперь вопрос где же грёбаный артефакт а вот он что грёбаный полы кто-нибудь объяснить этим придуркам что режим боя это когда рядом есть враги точнее бой это когда рядом есть враги а режим боя это когда ты достал оружие во дайте угадаю ребята на выходе уже зареспаунились про честь морван нет это не skyrim алексиус не справился старший не потерпит старший еще как потерпит отменная кинжаленная рукоятка как же надо да и еще один гребаный щит просто положите сто пятьсот щитов я не знаю и до лабораторию можно отправить еще потом отдельно агентов чтобы они там что-то даже может быть нашли я просто сейчас бегу и думаю когда место в инвентаре закончится чего потом делать как быть где детонатор а папа папа я вспомнил здесь короче вот в этот туман так просто будет не войти мы должны дойти до вот этого сраного лагеря и потом нужно будет выполнить исследование из sky hold чтобы что правильно просто построить дорогу через яд все логично все очень логично вот кстати флажок для этого дела конечно по-любому просто гигантский вин нет гигантский вентилятор нельзя это еще в это времена так не работает чтобы тогда такого придумать до входу в ногу со временем так сказать у нас уже две задачки в sky hold тянут но меня еще есть целых 20 ячейка я таки хочу их забить здесь здесь с эти вроде бы где-то с карта сокровищ наверху вы чё тут делаете тут мой лагерь должен быть они ваш слышали саечка за испуг до этого раньше не додумался бык одобрять за винатория да я счастлив пошла на фиг так залезь сюда вот это тоже отдельный грёбаный квест потому что нельзя просто взять и залезть мордор а стоп не мордор здесь другое но нельзя и даже магия нельзя себе восстановить этот каменный мостик ни в коем случае не 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 магия только по деревяшкам все остальное табу какова-то кедавра только камушки чтоб я помнил как я туда залезал я хочу есть ноут может где-то что-то было возможность обойти чему-то мне нашептывает склероз что тут где-то астралиум еще должен быть замешан но не факт но и не может здесь можно влезть да или так и да вот там впереди это крепость которую надо брать ну что нельзя в сюжетную локацию не добавить грёбаную крепость ее конечно брать необязательно но вы вы чё меня на слабо берете шоу но вы сейчас или можно слушать а по идее должно быть можно давайте попробуем я хочу эту крепость и я хочу ее сейчас может кому-нибудь довелось смотреть горячего фримена это ну почти с минимальными прям корректировками факелы их нельзя зажечь вот тебе казалось бы готовое место под головоломку но хуй здарова бык твою ну естественно может так близко прям вот одним носочком залезть никак не придут надо переставить всем развеяние вот там у кого-то почти лава лапы хорошо ты на кого быкуешь никого нет точно будет крепость будут торговцы все винаторий в баню короче в эту крепость если подойти даже к воротам они тут где то есть тебя пошлют поэтому проще сразу идти налево потому что тут есть секретный проход такой секретный что он взорвался из древнего колодца воняет тухлым мясом какой ужас и короче да вот это ведро поднимет нас всех одновременно как не спрашивайте кавабанга тинетч мютант ниндзя татал тинетч мютант ниндзя татал ну это же канализация правильно только не люк а ведро вступайте в огонь хорошие тамада и конкурсы интересные кого вы там придурки нашли ну да ну да в ведро сами полезете мне дальше в одиночку крепость брать так да вот ворота как видите просто невозможно взаимодействовать это не потому что бой и не потому что конди-боббер или женщина лол я его скинул духовой бомбой ну ладно доволен не надо самое трудное как всегда это не улететь выстрелу с прыжком с этого бастиона вот вот куча белого шмота ну тай зачем не знаю но лутай я не помню что лес за двумя сундуками что ли а здесь что так там корень смерти куда мы собрались стучать я не понял ой там мак наверху жри обык красавчик ворота просто взяли и поднялись ну да это же логично они разносят всех наших давайте им откроем путь потому что так поступают винотория вид конечно шикарный куда ни посмотри у варика лвла кстати что может быть важнее я кстати понял что варику давно надо было дать вот эту пассивочку выносливость за крит удары а у него шанс на крит у меня уже где-то на полтоса разогнан это вам не шутки и даже нет это доски маршрутки барри красавчик ты уже сдох успокойся ошейник китти если кто помнит китти это демон из он был секше или если я правильно помню который внезапно появился здесь на хрен по никакому таки который просто дает тебе вылечиться и вы держитесь смертельный удар ценой нулевой защиты честно я в душе не понимаю на хрена этот амулет нужен кроме как какого нибудь хочется почему то сказать как раз таки некроманту но на самом деле чем не бояться умирать лучше просто не умирать да так капюшончик на плюс пять плюс пять а у солоса такой же точно и да было мало сделать окуляром давайте за хрена чем еще и астрариум хочешь награду бери помню помимо головоломки еще и форт мазерфукер а вот и подвох и я опять подвохнулся созвездие то то древний тевинтерский бог ну конечно чей же еще только тут дракон огня и гнифир не звучит и гнифир не звучит ну ладно ладно давайте поднимем гребаный флаг ну ладно ладно давайте поднимем гребаный флаг конечно смотрится вы блять серьезно не вот просто гениально ты взял эту форт а вы рано просто блять 10 диал гениальных диалогов из десяти так остался последний скилл а нет нет у меня ледяная хватка еще продублирована потом усилить ее и потом наконец то можно идти куда-нибудь еще ну что вся ветка солоса она сводится к тому чтобы ослабить противников в области вот вот реально урон наносить это не про него пожирание охрененный скилл потому что даже сто процента нанесенный урон чаще всего будет лечить хорошо так наполовину точно а нет тут восстанавливаемое здоровье по 0 2 процента за 1 процент потерянного здоровья то есть ты лечишь на одну пятую но скаль под кольцом боли этот эффект удваивается то есть лечишься уже таки на 40 процентов и при этом ну вот эта фигня на самом деле а так можно до 80 процентов давай довести отхилы вот это уже шикарно а вот там а вот а и и и армия не может справиться с одним в арке стал в роботе четырех солдат не по одному туда отправлять тогда почему ты выглядишь как бомж и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но можно доказать заелись те, кто пытается тушить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А порождение тьмы, сюрприз-сюрприз, лезут как раз к изоды, в которые мы не можем отсюда попасть. Может, иначе будет слишком просто. А, так, у меня зелье в полном. Хорошо. Где-то тут ближе к выходу должен быть торговец. Это я помню. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй, вот просто сколько их тут. Пятеро. Ну, шестеро. Ну, вон тут еще один. И еще один. Как отличить капитанов крепости от просто мудака? А никак. Зачем? Сделать уникальную модельку? Да вы шо? Сделали бы хоть уникальную командующую его просто модельку. Господи, тут всего в игре сколько? Еще два форта осталось мне. Или вообще один. Не помню. Причем уж не знаю, каким местом эта крепость, конечно, Грифоновы крылья. Скажем честно. Потому что дизайн тут сугубо винатория. Накидаем шипы отовсюду и даже больше. Ну, давайте попробуем. Может, у меня будут свои красные храмовники в Инквизиции. Ну, либо образец, как не надо. Че, че, че? Какая-то точка мерцает, но не понимаю, шо. А-а-а-а. Пофиг. Хотя точно, что будет где-то впереди окуляру, в котором как раз тебе что? Правильно. Придется бегать по форту, чтобы еще и найти сраные осколочки. Да гарантирую, сколько влезет. Ну, в общем, вот. Здесь шмотки тринадцатого уровня. Шо не очень. Улучшенные поясы. Хотя вроде бы такой же. А я тебе отвыло. На-моему, в крест-вуде были улучшенные амулеты. В основном. Херня. Ну, не такая уже херня. Бесполезная торговец. Капюшон. С резистами исключительно. Он такой же, как и у меня. Просто мы это не видим, потому что капюшон и скрыт. Но защиту имеет смысл бустить исключительно, если ты играешь на максимальной сложности. И то без фанатизма. Если у тебя есть выбор разогнать урон или разогнать защиту. Я, короче, защиту разгоняю исключительно танком. Потому что, ну, им оправданы. Ну, и воинам, в принципе, потому что у них задача как раз ки-звездюли получать. Командирский щит. Ничего выдающегося. Аж 16 уровня хрень. Так, ну ладно, спасибо, помогли. Следы порождения тьмы, как я и сказал. В принципе, можно просто, наверное, было бы сразу тэпнуться на лагере. Так, вот это вот как раз-таки, по-моему, вход в ту цитадель. Или вот тут. А, я не помню. Короче, ладно, давайте просто добежим до стражи уже, пообщаемся с ними и закончим на этом серию. Будем добивать остальную часть локации во втором эпизоде. Там будет коротенькая и дурацкая катсцена, переходящая в бой, естественно. Вон там, видите. Чё, кого? Чё, кого? Изучите припасы учёбу в самом-то деле. Сказал я, пойдём по сюжету и иду, как обычно. Чё, кого? Чё, кого? еще одно кольцо ходячий бомбы не но мне кажется сразу два таких надевать это уже совсем садизм будет ладно вынес реально это надолго будет вот эту чисто хрень можно потыкать когда не знаешь уже что делать со свободным местом потому что его так мало старший страж ламар герой второй битвы отбила три атаки порождение физически долгой ночи что-то про долгую ночь я вроде бы раньше еще слышал но не точно 1 2 идите нахрен и 3 ну и о чем был сыр бор и посох убери уже дура кого вы нашли феника очередного бедные шахтюрские инструменты наверно кстати я тут вспомнил когда-то у меня вот с этим местом критический баг приключился у меня умер он персонажа короче пропало вообще все он стал первого уровня у него появился просто дефолтный костюм который не наносил ни урона ни хрена да и все это проходило только быстро после быстрого телепорта только надо гореть говорить что когда да вы еще знаете но там короче будет битва и в общем вот сразу после катсцена у меня оказывается персонаж первого уровня который не может делать ни хрена и надо как-то отбиваться и вы ни о каком быстром перемещении не может идти и речи ага это бит в партнером команды лоррель Субтитры сделал DimaTorzok 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 самое время что правильно залутать бутылочку письмо серого стража мага сомневаются но делаю вот просто сбежал отсюда это же гениально просто 10 сюжетных поворотов из 10 ходу портал нарисовали какой-то ну ведь ни хрена же так ну ладно да да топаем до того лагеря благо тут недалеко и хватит больше разрыва я невидимый больше разрыва и 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 Анимация сбилась из-за поворота камеры, лепота. Анимация сбилась из-за повороты. Анимация сбилась из-за повороты. Грифоновы крылья. Да, да, да. Очень памятник. Еще один окуляр. И мы на месте. Ну что ж, у нас вот здесь зона, в которой вроде бы сидит дракон, если мой склероз не изменяет. У нас фаргисты и у нас вот этот вот южный участок. Повозиться еще есть где однозначно. Ну а я благодарю вас всех за просмотр и надеюсь до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.